Гадкий утёнок Хорошо было за городом. Стояло лето, рожь уже пожелтела, овсы зеленели, сено было смётано в стога. По зелёному лугу расхаживал длинноногий аист и болтал по-египетски. Он выучился этому языку от матери. За полями и лугами раскинулся большой лес. В чаще его таились глубокие озёра. Да, хорошо было за городом. Солнце озаряло старинную усадьбу, окружённую глубокими канавами с водой. Вся полоса земли между этими канавами и каменной оградой заросла расплопухом, да таким высоким, что маленькие ребятишки могли стоять под самыми крупными его листьями, выпрямившись во весь рост. В чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу. И вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей это порядком надоело, потому что навещали её редко. Другим уткам было скучно торчать в лопухе, да крякать вместе с нею. Им больше нравилось плавать по канавам. Ну вот, наконец, яичные скорлупки треснули. Пи-пи-пи-пи, послышалось из них. Эти зародыши стали утятами и высунули головки из скорлупок. «Скорей! Скорей!» – закрякала утка. И утята заторопились, кое-как выкарабкались и начали озираться вокруг, разглядывая зеленые листья лопуха. Мать им не мешала, зеленый свет полезен для глаз. «Как велик мир!» – сказали утята. «Еще бы! Теперь им было куда просторнее, чем в скорлупе!» «А вы думаете, что тут и весь мир?» – сказала мать. «Нет! Он тянется далеко-далеко, туда за сад, к пастырскому полю. Но там я отроду не бывала. Ну, все вы здесь?» – и она встала. «Ах, нет, не все! Самое большое яйцо целехонько!» «Да будет ли этому конец? Вот незадача!» «До чего мне это надоело?» И она уселась опять. «Ну, как дела?» – спросила, заглянув к ней, одна старая утка. «Да вот еще яйцо осталось!» – ответила молодая утка. «Сижу, сижу, а все без толку!» «Ну, ты посмотри на деток! Да чего хороши! Просто прелесть!» «Ужасно похоже на отца!» «А он беспутный и не навестил меня ни разу!» «Дай-ка я взгляну на яйцо, которое еще не треснуло!» Сказала старая утка. «Наверное, индюшечья меня тоже надули раз!» «Но и намаялась же я, когда вывела индюшат!» «Они ведь страсть, как боятся воды!» «Уж я крякала и звала и толкала их в воду! Не идут, да и только!» «Дай мне взглянуть на яйцо!» «Ну, так и есть, индюшечья!» «Брось-ка его! Лучше иди других своих утят плавать учи!» «Нет, пожалуй, все-таки посижу!» Отозвалась молодая утка. «Столько просидела, потерплю еще немножко!» «Ну, как знаешь!» Крякнула старая утка и ушла. Наконец треснула скорлупа самого большого яйца. Пи-и! Пи-и! И вывалился огромный, безобразный птенец. Утка оглядела его. Ужасно велик, сказала она, и совсем не похож на остальных. Неужели это индюшонок? Но плавать он у меня все равно будет. Заупрямится, столкну в воду. На другой день погода стояла чудесная. Зеленый лопух весь был залит солнцем. Утка со всей семьей заковыляла к канаве. Бул-тых! Утка шлепнулась в воду. За мной! Живо! Позвала она утят, и те один за другим посыпались в воду. Сначала они скрылись под водой, но тотчас вынырнули и весело поплыли. Лапки в них так и работали, и некрасивый серый утенок не отставал от других. Какой же это индюшонок, сказала утка. Ишь, как славно гребет лапками, как прямо держится. Нет, это мой родной сын. И право же не дурен с собой. Надо только присмотреться к нему хорошенько. Ну, скорей, скорей за мной. Сейчас отправимся на птичий двор, и я буду вводить вас в общество. Только держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас. Да остерегайтесь, кошки! Вскоре утка с утятами добралась до птичьего двора. Ну и шум тут стоял, ну и гам. Две семьи дрались из-за головки угря, но она в конце концов досталась кошке. Вот как бывает в жизни, сказала утка и облизнула язычком клюв. Ей тоже хотелось отведать угриной головки. Ну-ну, шевелите лапками, сказала она утятам. Крякните и поклонитесь вон той старой утке. Она здесь самая знатная испанской породы, потому такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток. Да чего, красив! Это знав высшего отличия, какого только может удостоиться утка. Он означает, что хозяева не хотят с ней расставаться. Поэтому лоскутку ее узнают и люди, и животные. Ну, скорей. Да не держите лапки вместе. Благовосквитанный утенок должен держать лапки в розь и в кость, так как держат ваши родители. Вот так. Кланитесь теперь и крякайте. Утята так и сделали. Но другие утки оглядывали их и говорили громко. Ну вот, еще целая араба. Точно нас мало было. А один-то какой безобразный. Его уж мы не потерпим. И сейчас же одна утка подскочила и клюнула утенка в затылок. Не трогайте его, сказала утка-мать. Что он вам сделал? Ведь он никому не мешает. Так-то оно так. Но уж очень он велик. Да и чудной какой-то, отвечала забияка. Надо ему задать хорошую трепку. Славные у тебя детки, проговорила старая утка с красным лоскутком на лапке. Все очень милы, кроме одного. Этот не удался. Хорошо бы его переделать. Никак нельзя, ваша милость, возразила утка-мать. Правда, он некрасив. Но сердце у него доброе. Да и плавает он не хуже, пожалуй, даже лучше других. Может, он со временем похорошеет. Или хоть ростом поменьше станет. Залежался в скорлупе от того и не совсем удался. И она провела носиком по перышкам большого утенка. К тому же он селезень. А селезню красота не так уж нужна. Вырастет, пробьет себе дорогу. Остальные утята очень-очень милы, сказала старая утка. Ну, будьте как дома. А найдете угриную головку, можете принести ее мне. Вот они и стали вести себя, как дома. Только бедного безобразного утенка, того, который вылупился позже других, клевали, толкали и осыпали насмешками решительно все. И утки, и куры. Больно уж он велик, говорили они. А индюк, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя императором, надулся и словно корабль на всех парусах налетел на утенка. И залопотал на него так сердито, что гребешок у него налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать. Как быть? И надо же было ему родиться таким безобразным, что весь птичий двор поднимает его насмех. Так прошел первый день. Потом стало еще хуже. Все гнали беднягу. Даже братья и сестры сердито говорили ему. Хоть бы тебя утащила кошка, урод несчастный. А мать добавляла. Глаза бы мои тебя не видели. Утки клевали его. Куры щипали. А девушка, которая давала птицам кон, толкала ногой. Не выдержал утенок. Проперебежал двор и перелетел через изгородь. Маленькие птички испуганно выпорхнули из кустов. Меня испугались. Вот какой я безобразный. Подумал утенок и опустился на утек. Сам не зная куда. Бежал, бежал, пока не очутился в болоте, где жили дикие утки. Усталый и печальный он просидел там всю ночь. Утром дикие утки вылетели из гнезд и увидели новичка. «Ты кто такой?» «Ты кто такой?» Спросили они. Но утенок только вертелся да раскланивался, как умел. «Вот безобразный!» Сказали утки. «Впрочем, это не наше дело. Ступали очень гордо». «Слушай, дружище», — сказали они. «Ты такой урод, что, право, даже нравишься нам. Хочешь летать с нами и быть вольной птицей?» Недалеко отсюда, на другом болоте, живут прямиленькие дикие гусыни. Они умеют говорить «арап-арап». «Хоть ты и безобразен, но кто знает, может, и найдешь свое счастье?» «Пиф-паф!» Раздалось вдруг над болотом. И оба гусака упали в камыши мертвыми. Вода окрасилась кровью. «Пиф-паф!» Раздалось опять. И из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пальба разгорелась. Охотники оцепили все болото. Некоторые укрылись в ветвях, нависших над водой деревьев. Клубы голубого дыма окутывали деревья. И слались над водой. По болоту шлепали охотничьи собаки. Камыш качался из стороны в сторону. Бедный утенок, ни жив, ни мертв от страха. Хотел было спрятать голову под крыло. Как вдруг над ним склонилась охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она разинула пасть, оскалила острые зубы, но шлеп-шлеп побежала дальше. Слава Богу, перевел дух утенок. Пронесло. Вот значит, какой я безобразный. Собаки и той противно до меня дотронуться. И он притаился в камышах, а над головой его то и дело гремнели выстрелы, пролетали дробинки. Пальба стихла только к вечеру, но утенок долго еще боялся пошевельнуться. Прошло еще несколько часов, пока он осмелился встать, оглядеться и снова тронуться в путь по полям и лугам. Дул ветер, да такой сильный, что утенок с трудом передвигался вперед. К ночи он добрался до какой-то убогой избушки. Она так обветшала, что готова была упасть, только не решила еще на какой бок ей падать. Потому и держалась. Утенка так и подхватывала ветром. Приходилось садиться на землю. А ветер все крепчал. Что было делать утенку? К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит криво. Сквозь эту щель нетрудно было проскользнуть внутрь. Так он и сделал. В избушке жила старушка-хозяйка с котом и курицей. Кота она звала сыночком. Он умел выгибать спинку, мурлыкать, а когда его гладили против шерсти, от него даже летели искры. У курицы были маленькие коротенькие ножки. Вот ее и прозвали коротконожкой. Она прилежно несла яйца. И старушка любила ее как дочку. Утром пришельцы заметили. Кот начал мурлыкать, а курица кудахтать. Что там? Спросила старушка. Осмотрелась кругом и заметила утенка. Но сослепу приняла его за жирную утку, отбившуюся от дома. Вот так находка, сказала старушка. Теперь у меня будут утиные яйца, если только это не селезень. Ну да, поживем, увидим. И утенка приняли на испытание. Но прошло недели три, а он так и не снес ни одного яйца. Господином в доме был кот, а госпожой и курица. И оба всегда говорили, мы и весь свет. Себя они считали половиной всего света, притом лучшей его половиной. Утенку же казалось, что на этот счет можно быть и другого мнения. Курица, однако, этого не потерпела. «Умеешь ты нести яйца?» спросила она утенка. «Нет». Так и держи язык за зубами. А кот спросил, «Умеешь ты выгибать спину, мурлыкать и пускать искры?» «Нет». Так и не суйся со своим мнением, когда говорят те, кто умнее тебя. Так утенок все и сидел в углу, нахохлившись. Как-то раз вспомнил он свежий воздух и солнце, и ему до смерти захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице. «Из чего выдумал?» отозвалась она. «Бездельничаешь, вот тебе и блажь в голову лезет. Неси-ка лучше яйца или мурлыч. Вот дурь-то и пройдет». «Ах, плавать так приятно!» сказал утенок. «А что за наслаждение нырять в самую глубину?» «Хорошо наслаждение!» воскликнула курица. «Ты совсем рехнулся?» «Спроси кота, он умнее всех, кого я знаю, нравится ли ему плавать или нырять?» «О себе самой я уж и не говорю. Спроси, наконец, у нашей старушки-хозяйки. Умнее ее нет никого на свете». «По-твоему, и ей хочется плавать и нырять». «Не понять вам меня», сказал утенок. «Если уж нам не понять, так никто тебя не поймет. Может, ты хочешь быть умнее кота и хозяйки, не говоря уже обо мне?» «Не глупи, а благодари-ка лучше создателя за все, что для тебя сделали. Приютили тебя, пригрели, приняли свою компанию. И ты от нас многому можешь научиться. Но с таким пустоголовым, как ты, и говорить-то не стоит. Ты мне поверь, я тебе добра желаю, потому и броню тебя. Истинные друзья всегда так и делают. Старайся же нести яйца или выучись мурлыкать, допускать искры. «Я думаю, мне лучше уйти отсюда, куда глаза глядят», сказал утенок. «Ха, скатертью дорога», отозвалась курица. И утенок ушел. Он плавал и нырял, но все животные по-прежнему презирали его за уродливость. Настала осень. Листья на деревьях пожелтели и побурели. Ветер подхватывал и кружил их. Наверху в небе стало холодно. Нависли тяжелые облака, из которых сыпалась снежная крупа. Ворон, сидя на изгоряде, во все горло каркал от холода. «Кра-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка!» От одной мысли о такой стуже модным можно было замерзнуть. Плохо приходилось бедному ученку. А раз вечером, когда солнце так красиво закатывалось, из-за кустов поднялась стая чудесных больших птиц. Утенок в жизни не видывал таких красивых, белоснежными, с длинными гибкими шеями. То были лебеди. Они закричали какими-то странными голосами, взмахнули великолепными большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплые края на синие озера. Высоко-высоко поднялись они, а бедного безобразного утенка охватило какое-то смутное волнение. Он волчком завертелся в воде, вытянул шею и тоже испустил такой громкий и странный крик, что и сам испугался. Чудесные птицы не шли у него из головы, и когда они окончательно скрылись из виду, он нырнул на самое дно. Вынырнул, но все никак не мог прийти в себя. Утенок не знал, как зовут этих птиц и куда они улетели, но полюбил их так, как не любил до сих пор никого на свете. Он не завидовал их красоте. Быть похожим на них? Нет, ему это и в голову не могло прийти. Он был бы рад, если бы хоть утки-то его от себя не отталкивали. Бедный безобразный утенок. А зима стояла холодная-прихолодная. Утенку приходилось плавать без отдыха, чтобы не дать воде замерзнуть. Но с каждой ночью свободное от льда пространство все уменьшалось. Морозило так, что лед трещал. Утенок без устали работал лапками, но под конец обессилел, замер и примерз ко льду. Рано утром мимо проходил крестьянин и увидел примерзшего утенка. Он пробил лед своими деревянными башмаками, отнес утенка домой и отдал жене. В доме крестьянина утенка отогрели. Но вот как-то раз дети вздумали поиграть с утенком. А он вообразил, что они хотят его обидеть. И шарахнулся от страха прямо в подойник с молоком. Молоко расплескалось. Хозяйка вскрикнула и плеснула руками. А утенок взлетел и угодил в катку с маслом. А потом в бочонок с мукой. Батюшки, на что он стал похож! Крестьянка кричала и гонялась за ними со щипцами для угля. Дети бегали, сшибая друг друга с ног. Хохотали, визжали. Хорошо, хоть дверь была открыта. Утенок выбежал, кинулся в кусты прямо на свежевыпавший снег. И долго-долго лежал в оцепенении. Грустно было бы описывать все злоключения утенка за эту суровую зиму. Когда же солнце снова стало пригревать землю своими теплыми лучами, он залег в болото, в камыши. Вот и жаворонки запели. Наступила весна. Утенок взмахнул крыльями и полетел. Теперь крылья его шумели и были куда крепче прежнего. Не успел он напомниться, как очутился в большом саду. Яблони стояли все в цвету. Душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом. Ах, как тут было хорошо! Как пахло весной! Вдруг из чащи тростника выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, словно скользили по воде. Утенок узнал красивых птиц. И его охватила какая-то странная грусть. Полечу-ка я за этими царственными птицами. Они, наверное, убьют меня за то, что я такой безобразный. Осмелился приблизиться к ним. Ну и пусть. Лучше умереть, чем сносить щипки уток и кур. Пинки птичницы, дотерпеть холод и голод зимою. И он слетел на воду и поплыл навстречу красавцам-лебедям. А те, завидев его, тоже устремились к нему. «Убейте меня!» Сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти. Но что же он увидел в чистой, как зеркало, воде? Своё собственное отражение. Но он был уже не безобразной темно-серой птицей, а лебедем. Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца. Теперь он был рад, что перенёс столько горя и бедствий. Он лучше мог оценить своё счастье и свою красоту, что его окружало. Большие лебеди плавали вокруг него и гладили его клювами. В сад прибежали маленькие дети. Они стали бросать лебедям зёрна и хлебные крошки. А самый младший закричал «Новый! Новый!» и остальные подхватили «Да! Новый! Новый!» и захлопали в ладоши, приплясывая от радости. Потом прибежали за отцом и матерью и стали снова бросать в воду крошки хлеба и пирожные. Все говорили, что новый лебедь самый красивый, такой молоденький, такой чудесный. И старые лебеди склонили перед ним головы. А он совсем смутился и невольно спрятал голову под крылом. Он не знал, что делать. Он был невыразимо счастлив, но ничуть не возгордился. Доброму сердцу чуждо высокомерие. Он помнил то время, когда все его презирали и преследовали. Теперь же все говорили, что он прекраснейший между прекрасными. Сирень склонила к нему в воду свои душистые ветви. Солнышко светило так славно. И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик. Мог ли я мечтать о таком счастье, когда был гадким утенком?